Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен новой коллекции печей компании Торма. Коллекция называется Изберг. Что же в этих печах такого необычного, что, например, нет в предыдущих наших образцах, которые мы вам показывали? Во-первых, это другой класс печей совершенно. Они очень мощные, они немного имеют другой дизайн, то есть это уже мини-камины, если можно так выразиться. Так что не буду вас томить ожиданиями, поехали! Дорогие друзья, вот рядом со мной находится печь Изберг компании Торма и уже в названии кроется небольшой нюанс. Вроде пишется Изберг, слышится Изберг, но чтобы вам, дорогие друзья, было проще воспринимать, мы будем называть все-таки эту печь Айсберг. Как-то это холодное, хоть и название, но привычное для нашего русского уха. Значит, с названием мы уже разобрались. Самое время поговорить о внешнем виде и дизайне печи Айсберг. Значит, первое, что бросается в глаза человека, который только ее увидел, это, конечно же, вот такие керамические элементы декора, которые находятся как спереди, так и по бокам печи. Также, в принципе, форм-фактор вот данного изделия очень любопытный и уникальный. Он выполнен в виде или в форме призмы. Как мы видим углы, так и стекло. Это очень красиво выглядит, и мы такого еще не видели. Раз уж мы заговорили о такой интересной форме, начнем мы со стекла. Как мы видим, оно сделано, как я уже говорил ранее, в форме призмы. И я думаю, когда печь будет гореть, огонь очень красиво, по идее, должен преломляться. Обязательно мы это посмотрим, когда ее растопим. Вот, пока что с этим все. Пара слов о габаритах печи Айсберг. Высота ее равна 990 мм, ширина 625 мм, а глубина 470 мм. Имея мощность в 13 кВт, печь способна топить до 205 м3 в помещении. А теперь пара слов о топочной камере и ее элементах. Начнем их обычно с дверцы, а именно даже с механизма закрывания и открывания. Собственно, он тут реализован очень интересным способом. И вот таким круговым движением у нас происходит закрытие дверцы. Плотно, безопасно, герметично, к этому никаких вопросов нет. Значит, функция автодоводки присутствует. Но, удивительно, что в таком классе печного оборудования ее бы не было. Так что мы об этом подробно не будем останавливаться и говорить. Дверца выполнена из стали, толщина которой 3 мм. Вот, ну, тут больше мне сказать, наверное, ничего. Перейдем к топочной камере. Так, топочная камера. Первое, что хочется отметить, это ее приличные размеры. Значит, сейчас на ваших глазах я засунул 42-сантиметровую полежку внутрь. И у нас еще порядка 2-3 сантиметров есть в запасе. Таким образом, как в ширину, так и в высоту, вот эта топочная камера действительно больших размеров. И это удобно, посредственно в эксплуатации, конечно же. Изнутри вся топочная камера отделана шамотной керамикой. Имеет вот такие две колосниковые решетки, через которые у нас попадает залавка. Озольник. Вот так выглядят эти решетки. Ну, в принципе, стандарт. Крепкие, мощные, хорошие. Каминный бык, кстати говоря, заставляющий на себя обратить наше внимание. Кто не знает, что это такое, посмотрите наш предыдущий выпуск о печи Керуна 2. Кроме всего прочего, у печи Айсберг есть одна уникальная особенность, которая выполнена в виде вот таких вот шести круглых отверстий. В шамотной керамике. Благодаря вот этим дырочкам происходит дополнительный дожиг дымовых газов. И когда у нас горит огонь, мы можем увидеть эффект так называемого огненного дождя. У печи Айсберг присутствует аж два рычага подачи кислорода внутрь топочной камеры. Первый, он же нижний, он отвечает, в принципе, за подачу общего кислорода. Благодаря вот ему можно включать функцию длительного горения и, собственно, контролировать общую подачу кислорода. А вот верхний рычажок отвечает у нас за функцией чистое стекло. Значит, если мы его открываем, соответственно, у нас вот отсюда, снизу происходит просто подача воздуха. И пламя у нас не соприкасается напрямую со стеклом топочной дверцы. Таким образом, стекло у нас останется чистым и не закоптившимся. Значит, с топочной камерой мы разобрались. Предлагаю плавно перейти к зольнику. Значит, первое, что бросается в глаза, это механизм открытия и закрытия подсека для залы. Вот таким вот поворотным процессом это, собственно, реализуется. Ну, в принципе, зольник стандартный, вместительный, удобный. Вот так вот вытаскивается, вот так вот я вам продемонстрировать могу его даже. Ну, нигде, я думаю, проблем с ним точно не будет. Свою прямую функцию он будет выполнять, я думаю, качественно. Вот. У печи айсберг также внизу присутствует специальный отсек для хранения и сушки дров. Он также вместительный, сейчас я вам это продемонстрирую. Улезает все очень даже хорошо. То есть на следующую топку мы всегда можем просушить дрова. Также хочется отметить, что выход на находку печи айсберг двойной, задний и верхний, диаметр которого равен 150 миллиметрам. Кроме всего прочего, печка айсберг является конвекционной. Вот мы видим у нас тут специальное отверстие, через которое у нас выходит горячий воздух и поднимается к потолку. Таким образом происходит циркуляция воздуха и помещение наше намного быстрее нагревается. Друзья, как обычно, вот мы вам показываем белый стикер, на котором написано значок европейской сертификации и прочая важная информация относительно данной печи и производителя. Резюмируя сегодняшний наш обзорный день, хочу сказать следующее, что компания Торма вновь нас порадовала качественной европейской печью, которая, я считаю, даже по своим теплым характеристикам не уступает некоторым каминам. Друзья, спасибо большое, что вас смотрите. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забываем подписывать наш канал и не забываем также в скором времени посмотреть, как мы будем эксплуатировать печь айсберг компании Торма. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok